Следующий продукт у нас фунгистоп Название тоже состоит из двух как бы частей Фунгус это грибы в переводе с латыни Ну стоп, он и есть стоп Значит, какова необходимость борьбы с грибками? Да, ну препарат понятно из названия, что он направлен против грибковой инфекции Хотя еще и против бактерий, против одноклеточных паразитов Я его делал против грибков, он получился с таким широким спектром действий Ну и хорошо Значит, необходимость борьбы с грибками Ну в отличие гистаминовый тип воспалительных реакций Ну есть три типа гистамина, просто блондиновый и свободно-радикальный Это не будем останавливаться В общем есть тип воспаления гистамина, который обусловлен грибками Когда к воспалению присоединяется какая-то гиперемия, то есть краснота кожи или слизистых Плюс зуд Вот это делают грибки чаще всего Вот, и нужно не мазями гормонально пользоваться, а нужно причину устранять грибковую Дальше, причиной развития очень многих бронхитов, а особенно бронхиальной астмы Являются грибки опять-таки, грибки рода кандида белая, аспергилюс, нигерфузариум, флава, пенициловые грибки и прочие-прочие Вот, очень часто они являются причиной развития бронхиальной астмы А также вульвовагенита у женщин под названием молочница А потом и 30% простатитов у мужчин вызывают грибки А после операций различных, после наркоза и антибиотикотерапии Вы знаете, что тоже грибки развиваются, потому что антибиотики их стимулируют Вот, это все состояния, которые требуют либо профилактического, либо лечебного применения фунгистоп Что входит в фунгистоп? Ну, первое и главное, это паударка, это экстракт коры муравьиного дерева Там два компонента таких основных, это лапахол и ксилодин Лапахол угнетает рост, размножение грамм отрицательных и грамм положительных бактерий Эшерихи, бруцеллы, коки и так далее А также одноклеточных паразитов, ну, типа амебы, таксоплазмы, трихомонады, вот такие вот, да, это одноклеточные А второй компонент, ксилодин, он активирует синтез иммуноглобулина А Это белок иммунной системы, который угнетает рост грибков, он их убивает Вот два этих компонента по ударке обусловляют очень широкий спектр воздействия Дальше, экстракт оливы Вещество называется олиуропенин Этот экстракт, он делает среду обитания грибкам, ну, как бы не очень подходящую Они не любят на жирах размножаться Они могут на чем угодно, только вот не на этих жирах ненасыщенных Дальше, экстракт эхиноцеи Тоже два вещества, и эхиноцин, и эхиноказит Обладают и антибактериальным, и антигрибковым действием И кортизоноподобным действием, то есть снимают воспаление А вообще, они, конечно, главное действие эхиноцеи Это активация клеточного иммунитета Ну, сейчас все на слуху, клеточный иммунитет и так далее Клеточный иммунитет имеется в виду Т-киллеры, натуральные киллеры, макрофаги Вот эти вот ребята Вот эхиноцея, в основном их активизирует Синтез вот этих клеток Ну, кроме того, в эхиноцеи содержится инулин Который поддерживает уровень сахара в норме Не дает ему колебаться Это очень важно Очень важно, потому что это влияет и на иммунную систему И на развитие грибков Вы знаете, что сахара это любимая пища грибков Если это дело не контролировать Тогда грибки будут расти очень бурно Дальше Экстракт тимьяна Эфирное масло составит Тимвол, корвокрол, барниол, пинен Действуют бактерициды на коке и грибки То есть они их убивают И бактериостатически на грамм отрицательной бактерии Ну, типа эшерихи, а колиот, кишечная палочка, другие Ну, это в поддержку по ударке, да? Дальше Прополис, друзья Ну, всем известный прополис Про прополис можно отдельную лекцию читать Там очень много чего полезного Для поддержки организма И в борьбе с грибками И в поддержке иммунной системы И вообще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!